Всем привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Вчера я вернулась с ярмарки Non-Fiction и подумала, что покупки непременно нужно снять вот прямо сейчас, пока я еще перевозбужденная, наполненная всеми этими эмоциями. Если вы еще не смотрели мой ролик с Non-Fiction, останавливайте это видео и бегите, смотрите. Потом возвращайтесь, я буду показывать вам свои покупки. Как я уже говорила, в этот раз я постаралась быть ответственным покупателем, заранее составила список из книг, которые мне нужны, их получилось 8 штук. В итоге я принесла барабанная дробь 17. Наверное, это рекорд. Я вообще не представляю, как я их дотащила. В следующий раз либо буду нанимать носильщика в виде мужа, либо, правда, куплю себе какую-то тележку, чтобы было удобно. Моя спина, моя поясница, мои ноги мне спасибо не сказали. Заканчиваем с прелюдиями. Давайте смотреть покупки. Издательство «Миф. Русская фольклорная демонология Владимира Рябова». Это книга из серии «Страшно интересная Россия», которую я собираю у «Мифа». У меня есть уже две книги «Интимная Русь» и «Зелье варенье». «Зелье варенье» я принесла с прошлой ярмарки Non-Fiction. Хотела там же купить и эту книгу, но пока я стояла в очереди, последний экземпляр кто-то увел. В этот раз я сразу же, как только зашла в гостиный двор, побежала к стенду «Мифа», чтобы успеть купить вот эту книгу. Красивейшее издание, ничего не могу сказать. «Миф», конечно, умеет печатать книги, которые хочется сразу себе на полке. О чем эта книга, наверное, пояснять не стоит. Лешие, русалки, водяные, покойники, домовые, кто они такие? Откуда они берутся? Нужно ли их бояться? Как от них защищаться? Все в этой книге. А еще мне очень нравится, конечно, список литературы. Очень много источников собрал здесь автор, поэтому если мне захочется погрузиться в какую-то тему поглубже, я точно буду знать, где искать об этом информацию. Первая книга издательства «Дом истории» на моих полках «Красные часы» Лени Зумас в переводе Дарьи Кальницкой. Я, если честно, на стенде колебалась, потому что мне была интересна книга «Лес». Это был какой-то необычный хоррор. И вот эта история в итоге все-таки остановилась на ней. Здесь мы перемещаемся в такую антиутопичную Америку, где запретили аборты, вот прямо совсем-совсем, на любом сроке. И нас ждут четыре героини, очень разные. Ро – одинокая школьная учительница. Она пишет биографию полярной исследовательницы и отчаянно мечтает стать матерью. Сьюзен – мать и домохозяйка, которая находится на грани нервного срыва. Мэти – талантливая ученица, чьи планы на будущее нарушают неожиданную беременность. И Джин – знахарка, лесная жительница, которая сводит вместе все эти женские судьбы, оказавшись в самом центре современной охоты на ведьм. Меня соблазнили этой книгой, когда сказали, что она подойдет всем, кто любит рассказ «Служанки». Мне очень нравится этот сериал. Я, правда, так и не досмотрела его до конца, но не потому, что он мне не понравился. Просто в какой-то момент, видимо, переключилась на что-то другое. Надо бы заново пересмотреть. Я читала, конечно, первоисточник, книгу Маргарет Эдвуд, уже после того, как посмотрела первый сезон. И книга мне даже показалась немножко слабее. Но, тем не менее, мне интересна вся эта тематика, поэтому я рада, что остановила свой выбор на «Красных часах». Дальше вас ждут сразу пять книг от издательства «Фантом Пресс». Их пять не потому, что за это количество давали шоперы, делали скидку, хотя это, конечно, тоже очень приятно. Их пять, потому что я очень люблю это издательство, мне очень нравится практически все, что они выпускают. И там была, наверное, самая желанная книга. На всей ярмарке я шла, в общем-то, в гостиный двор именно за ней. Это новый роман Абрахама Вергеза «Завет воды» в переводе Марии Александровой. Я не побоюсь этих громких слов, но его первое произведение «Рассечение Стоуна», которое я читала в 2022 году, это, наверное, не просто одна из лучших книг того года. Это, правда, одна из лучших книг, которые я читала за всю свою жизнь. Вот я прям, правда, не побоюсь этого громкого высказывания. Поэтому, конечно, я очень ждала, что Абрахам Вергеза еще что-нибудь напишет и нас чем-нибудь удивит. Анотацию я даже не буду пытаться воспроизвести. Это снова Индия, это снова врачебная тематика, это снова семейная сага. Я даже еще не проверяла, сколько здесь страниц. Мне кажется, что очень-очень много, определенно толще эта книга «Рассечение Стоуна». 800 страниц меня ждут великолепной литературы. Я, правда, в Абрахаме Вергезе ни капельки не сомневаюсь. Давайте немножко зачитаю все-таки, что здесь происходит. Приключения, мечты, много красок, звуков, света, человеческих историй, вплетенных в историю Индии. Все начинается в 1900 году, а заканчивается в конце 1970-х. Хотя на самом деле совсем не заканчивается. История нескольких поколений семьи индийских христиан из Киралы, удивительным образом связанная с историей врача-шатланца родом из Глазго, которого судьба занесла в Индию. Но все же роман Абрахама Вергезе — это не просто семейная сага в экзотических декорациях. Абсолютно согласна. Не знаю пока, когда буду читать. Хочу прям кайфануть от всей души. Может быть, дождаться какого-то времени, когда я буду посвободнее, когда я прямо смогу погрузиться в этот роман. Но вы себе даже не представляете, как я счастлива, что он у меня теперь есть на полках. Кстати, «Фантом» переиздали «Рассечение Стоуна». Его можно купить вот в этой же серии, в которой вышла книга «Завет воды». Но мне очень нравится мое старое издание. Я его, конечно, оставлю и никому не отдам. Сейчас будут сразу две книги Дэниела Мэйсона. Это «Зимний солдат» в переводе Александра Борисенко и Виктора Сонькина. Я думаю, это хорошо знакомая вам книга, потому что в какой-то период она была тоже довольно популярна у книжных блогеров. А я все ходила вокруг да около, пыталась созреть. Несмотря на то, что здесь любимая моя врачебная тематика, я как-то все к ней присматривалась и не решалась. Но вот, наконец-то, этот момент наступил. Главный герой этой истории молодой человек по имени Люциуш. Он поляк и мечтает стать врачом. В разгар его учебы начинается война. И Люциуш, абсолютно очарованный рассказами о подвигах военных хирургов, добровольно идет в армию. И ему кажется, что вот сейчас его направят в какой-то военный госпиталь. Как он там будет совершать всякие спасения, как все будет прекрасно. В итоге вместо госпиталя у него есть какая-то импровизированная больница в полуразрушенной церкви. Вокруг гуляет Тиф. Из персонала у него осталась одна сестра монахини, какая-то очень странная женщина. Все остальные разбежались. И здесь происходит столкновение Люциуша с реальностью. Как он будет из этого выпутываться, что он будет делать, собственно, узнаем в этом романе. А это абсолютная новинка. Северный лес в переводе Светланы Арестовой. Мне кажется, многие посетители нонфикшена пришли на стенд Фантома именно за ней. Я их понимаю. Посмотрите, какой здесь чудесный еж на обложке. Мне кажется, книгу можно было купить только ради него. Мне сказали, что этот роман стоит немножко особняком среди произведений Мэйсона, потому что и в «Зимнем солдате», и в «Настройщике» у нас один главный герой, за которым мы следим. Здесь же этих главных героев много. И что самое интересное, не всегда эти герои — люди. Здесь, например, может быть лес главным героем, дом. И тут столько всего намешано, что я даже не буду пытаться вам своими словами рассказать краткое содержание этой книги, засчитая кусочек из аннотации, чтобы вы немножко поняли, что она такое. Влюбленные, бежавшие из пуританского поселения, молодая колонистка с ребенком, похищенной индейцами, бывший солдат, посвятивший себя выращиванию яблонь, сестры-близнецы, неразрывно связанные любовью и ревностью, художник, оберегающий тайну, заядлый охотник, чей же не мерещатся голоса, или все-таки не мерещатся, и многие-многие другие. Когда одна история заканчивается, начинается другая. Как сказал представитель издательства «Фантом Пресс» Виталий, мой любимый вообще спикер на любой ярмарке, это очень эстетский текст, поэтому у меня большая надежда на какую-то красоту повествования, в которую можно тоже погрузиться. начну, конечно, с «Зимнего солдата», потому что, ну, все-таки надо как-то познакомиться, с автором начать с чего-то попроще, плюс, опять же, повторюсь, меня очень манит эта вся врачебная история, а потом уже, конечно, перейду к «Северному лесу». Интересная деталь, на книгах Мейсона, вот, блёрп это, кажется, называется, да, когда какие-то там авторы или издания оставляют свой отзыв, здесь отзыв Абрахама Вергезе, а на книге Вергезе отзыв Дэниела Мейсона. Я не знаю, дружат ли писатели в жизни, но кажется, что да. «Амос Оз» — «Повесть о любви и тьме», перевод Цеврита Виктора Радуцкого. Оза уже называют классиком израильской литературы. Я увидела эту книгу у Ани Власовой, она на бусте очень здорово о ней рассказывала. Это, наверное, самая личная книга писателя, потому что здесь много всяких автобиографичных событий. Он писал, по сути, её о себе, о своей жизни. И я, когда услышала этот отзыв, решила обратиться в сторону его художественных произведений, приглядела себе Иуду, но, опять же, мой любимый Виталий отговорил меня от этой идеи и сказал, что всё-таки стоит начинать именно с этой книги. Это история взросления мальчика, который вырос в истерзанном войной Иерусалиме в маленькой квартирке, забитой книгами на 12 языках, и которого окружали 12 родственников. Это история подростка, жизнь которого навсегда изменилась после смерти матери. Это история молодого человека, который сумел вырваться из удушливого мира семьи, влиться в неведомый новый мир и изменить своё имя. Это история известного писателя, который становится активным участником политической жизни своей страны. Мне кажется, что, когда я буду читать эту книгу, мне волей-неволей придётся много гуглить, будет много всего непонятного, неизвестного для меня. И это тоже интересный опыт, потому что, знаете, есть такие лёгкие книги, вроде бы всё в них хорошо, но они так пролетают мимо тебя незаметно. А есть вот такая литература, которая побуждает тебя открывать что-то новое для себя, получать какие-то новые знания. И я за это такие книги, конечно, очень люблю и ценю. Индонезийский писатель Эка Курниаван «Красота – это горе» перевод Марины Извековой. Да, книга абсолютно не новая, наверняка вы её уже у многих видели. Я, например, запомнила отзыв об этом романе у Саши с канала Tales and Tales. Мне кажется, это вообще было одно из первых видео на её канале, где она рассказывала про эту книгу. Обложка, посмотрите, какая шикарнейшая. Можно очень долго её разглядывать. Я, наконец-то, созрела её купить. Такая она, конечно, странненькая. Я, когда вчера мужу хвасталась своим уловом и пыталась рассказать, о чём эта книга, он, конечно, на меня смотрел очень косо, потому что в самом начале этого романа проститутка, уже давно умершая и пролежавшая в могиле 21 год, вдруг в какой-то момент встаёт из этой могилы и идёт домой. У неё четыре дочери, три из которых красавицы, похожие на мать, и одна, конечно, какая-то очень уродливая, причём зовут её Красота. Мне кажется, больше ничего понятного я об этой книге рассказать не могу. В аннотации сказано, что это удивительный синтез истории, мифов, сатиры, семейной саги, романтических приключений и магического реализма. Жизнь прекрасной Дэви Айю и её четырёх дочерей – это череда ужасающих, невероятных, чувственных, любовных, безумных и трогательных эпизодов, которые складываются в одну большую историю, наполненную множеством смыслов и уровней. Говорят, что жёсткая книга, много там всего такого, после чего хочется захлопнуть её сразу и прям подышать, попить водички. Меня это, в общем-то, не пугает. Будем знакомиться. Рада, что успела её купить, потому что тираж заканчивается. Два чудесных подарка от главного редактора издательства «Альпина Проза» Татьяны Соловьёвой. Огромное вам спасибо ещё раз за это. Две очень, наверное, и похожие, и непохожие книги. Сначала я расскажу про Виланда, писательницы Оксаны Кирилловой. Я про него услышала ещё на прошлой ярмарке. Я подошла к стенду «Альпины», и там Ася Шевченко кому-то рассказывала об этом романе. И мне так вроде бы понравилось, но я что-то побоялась её брать. Но сейчас, когда шла в гостиный двор, почему-то подумала, что вот я теперь готова, время пришло. Но, собственно, сейчас вы поймёте, почему она производит такое неоднозначное впечатление, потому что тема сложная. Главный герой Виланд — немецкий школьник, который устраивается на работу в Дахау. Это молодой человек, который очень верит в идеи национал-социализма, очень верит и Гитлеру, и в Гитлера. Но когда он начинает работать в Дахау, он постепенно понимает, что не всё так однозначно. И не всё так правдиво в том, что говорит Гитлер. Но, тем не менее, он всё ещё полон энтузиазма, полон решимости, готов поддерживать этот режим. И это первая временная линия, вторая с тем же героем, с тем же Виландом, только ему уже 80 лет. Он находится в доме престарелых, лежит там на кровати, и у него еврейская сиделка, которой он рассказывает о своей жизни. И пытается вообще разобраться, в какой момент он свернул не туда, что он сделал не так. Очень интересно, раскается ли он в конце этой истории. Вообще, это трилогия. Но говорят, что Виланд — совершенно законченный роман. То есть, если вам захочется продолжать, достаточно прочитать одну эту книгу. Я была на дискуссии на тематику «Утраченные иллюзии», где была, собственно, писательница Оксана Кириллова. Мне было ужасно любопытно послушать, как она работала над этим произведением, сколько источников она перелопатила. Оксана ещё и журналист по профессии, работала спортивным журналистом. Мне тоже было это очень приятно. Мы с ней, в общем-то, почти коллеги. Хотя ни она, ни я уже этим не занимаемся. Прекрасную историю рассказывала Оксана про то, как она ездила в отпуск на Бали. И в чемодане везла один купальник, а всё остальное место занимали книги, которые помогали ей при написании этого романа. И среди этих книг была одна запрещенная. Я не буду её называть, чтобы YouTube меня не заблокировал. Мне кажется, что вы сами догадаетесь, что это была за книга, учитывая, что в Вилланде главная тема — это становление и развитие национал-социализма. Мне почему-то очень хочется снять на эту книгу какой-то или читательский дневник, или какой-то близкий к этому формат. Я ещё ничего подобного не снимала. Но мне просто кажется, что она правда достойна какого-то прямо отдельного видео. И мне прямо очень хочется уже взять её поскорее. Я, как вы понимаете, с осени как-то о ней думаю, вспоминаю, осмысляю. Поэтому прямо уже руки чёртся её начать. «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, перевод с немецкого «Фридленда». Я решила войти прям по жести. Тоже долго думала, нужна ли мне эта книга. Осилю ли я её? Смогу ли я её понять? На последний вопрос ответ, конечно, пока нет. Но есть, правда, большое желание в неё погрузиться. Тоже даже не буду пытаться своими словами воспроизвести, о чём эта история. Всё очень сложно. Оскар Мацерат, главный герой детства, которого приходится на годы зарождения национал-социализма. Осознавая абсурдность действительности, Оскар решает перестать расти, чтобы не становиться взрослым. Его постоянный спутник – жестяной барабан. И отбивая на нём ритм, Оскар выражает своё отношение к окружающему. Безжалостным, саркастичным и в то же время проницательным взглядом наблюдателя снизу показана жизнь в Третьем Рейхе, атмосфера мира обывателей, порождающая равнодушие ко всевозрастающему страшному зву. Очень гротескный роман, очень многослойная история, в которой тоже будет безумно интересно покопаться. А ещё, конечно, обратите внимание, как классно издана эта книга. Вот такой у неё клапан. Обложка, конечно, многих пугает, меня в том числе, но есть в ней какая-то прелесть. И мне очень нравится сочетание цветов. Вот этот оттенок розового с таким изумрудным фоном, по-моему, смотрится прям великолепно. Соглавцы Алексея Иванова тоже никакая не новинка. Уже давно вышла эта книга. Я хотела тоже её давно прочитать. И мне очень нравится, как Иванова сейчас создаёт альпинопроза. Посмотрите тоже на эту обложку, можно долго её рассматривать. Трое молодых москвичей приезжают на халтурку в глухую деревню Пополчье. Им надо снять со стены заброшенной церкви погибающую фреску. На фреске юридическое изображение святого Христофора с головой собаки. Оказывается, деревня в старину была раскольничьим скитом. А халтурка — опыт таинственных денджирологов. Понятия не имею, кто это. Сапёров мировой культуры. Если угодно, это жанровый роман «Ужастик про оборотней». Если угодно, новая деревенская проза. Если угодно, стилизация под вебсёрфинг по теме русского раскола. Но в целом «Соглавцы» — это история про незримые границы культуры и стражей этих границ. Ничего не понятно, но очень интересно. Мне всегда нравятся произведения на стыке жанров. Чтобы нельзя было дать однозначный ответ на вопрос, к какому жанру относится этот роман. Потому что мне кажется, что из-за смешения жанров как раз получаются самые интересные истории. Я у Иванова читала, конечно же, «Географа», который «Глобус пропил». И это прямо одна, наверное, из любимых моих книг. А потом, сравнительно недавно, я брала его «Общагу на крови». И тут уже было много вопросов. Такое неоднозначное впечатление. «Соглавцы» — это вообще совершенно что-то другое. Это совсем иной Иванов, и с такой его ипостасью тоже будет любопытно познакомиться. Продолжаем флешмоб книг, где ничего не понятно, но очень интересно. Это «Сьон». «Зародыш мой видели очи твои» в переводе с исландского Натальи Демидовой. Это издательство «Городец», и их уже довольно известная скандинавская линия. Ничего пока не считала из этой серии у «Городца». Последний мой исландский автор — это Аудуру Ава Олафсдотер, «Мисс Исландия». Накупила еще ее книжек, недавно показывала. Прямо такое стопроцентное попадание в меня было у «Олафсдотер», что дает мне надежду, что другие исландские авторы мне тоже могут понравиться. Очень тоже красивая такая обложка, книжка-малышка. И по количеству страниц здесь довольно такой приятный крупный шрифт. И вообще по своему размеру — 368 страниц. Я попробую вам прочитать, что здесь происходит. Вопросов, конечно, пока больше, чем ответов. Действия первой книги. Я, кстати, забыла сказать, что это трилогия. Пока вышло две части. Вторую как раз-таки презентовали на нон-фикшене, еще нет в магазинах. Но я вот решила попробовать. Не знаю, если понравится, конечно, докуплю остальные части. Там глядишь к тому времени, пока я это прочитаю, уже и третья выйдет. Итак, действие происходит во время Второй мировой войны в небольшом немецком городке. В местной гостинице неожиданно появляется заморенный до полусмерти беглец из концлагеря. У него в руках шляпная коробка, где хранится глина особого замеса, из которой будет вылеплен ребенок. Беглеца прячут в потайной комнате гостиницы, и его выхаживает горничная Мари Софи. Повторюсь, очень много у меня вопросов и пока ни одного ответа, но все-таки надеюсь, что после прочтения этой книги они у меня все-таки появятся. Если вы читали Сьона, пишите, конечно, в комментарии, как вам, может быть, что-то еще из исландской литературы. Вы можете мне посоветовать, потому что есть, опять же, повторюсь, у меня такое предчувствие, что это прям очень мне зайдет. Немножко разбавим эту мою вакханалию детской литературой. Это роман Гэри Шмидта «Битва по средам» в переводе с английского Ольги Варшавер. Небольшой офтоп. Было очень смешно, когда я на ярмарке подходила к детским стендам с детской литературой, начинала там листать какие-то книжки. И ко мне подходил кто-то из представителей издательства, спрашивали, а сколько лет вашему ребенку? Я с невозмутимым видом отвечала «27». И на меня сначала так странно смотрели, потом начинали смеяться, понимали, что я выбираю книги для себя. Это, кстати, издательство «Розовый жираф». У меня ничего нет из их продукции, и я даже немножко расстроилась, что так долго их не замечала, потому что книжки, правда, очень классные. И Гэри Шмидт у меня давно в отложенном, я тоже проконсультировалась, какой лучше книги начать, и мне советовали вот эту историю. Почему она называется «Битва по средам»? Потому что главный герой, семиклассник по имени Холлинг Вудвуд, в среду остается в школе один на один со своей учительницей литературы, потому что половину его класса отводят в католическую церковь, а вторую половину отводят в синагогу. А главный герой, пресвитарианец, то есть, понимаете, да, ни туда, ни сюда, ему приходится в этот день оставаться в школе, и ему кажется, что его учительница по литературе его ненавидит, причем люто, потому что она заставляет его читать Шекспира. И мальчик, сам того не осознавая, погружается в этот мир, ему очень нравятся в произведении Шекспира всякие ругательства, которые он начинает использовать в повседневной жизни. Конечно, все это происходит на фоне не самым спокойном, вьетнамская война, плюс у мальчика еще довольно сложные отношения с родителями, со старшей сестрой, но, как меня уверили, Гэри Шмидт может сгущать краски, но в финале его произведений все обязательно становится хорошо. Для меня важно иметь такие книги на полках, потому что в какой-то момент нестабильности всегда их можно достать, прочитать и поверить в то, что чудеса все-таки случаются, и всегда в любой ситуации можно все-таки рассчитывать на какой-то позитивный финал. Ген Рафаила Кати Кочур, издательство Exmo. Вы, наверное, помните, как я в начале года расхваливала ее любимчика эпохи. И это официально будет одна из лучших книг этого моего читательского года, поэтому, когда я узнала, что в этой писательнице выходит новый роман, я застыла в ожидании, стала думать просто, куда мне нести деньги, где мне его взять. Принесла его с Nonfiction. Обратите внимание на обложку. Она такая же рельефная, как первая, плюс здесь появилась такая загадочная лиса. И я сразу же подумала о книге Анастеробиниц Лиси Броды, и подумала, что, видимо, в российской современной литературе наступил какой-то тренд на лисиц. Вы знаете, если в первой книге, в общем-то, было понятно, о чем она, кто там главные герои, что там примерно будет происходить, то тут я, конечно, читаю аннотацию и, если честно, тоже не понимаю ничего. Он командир по должности, она по жизни. Он совершает подвиги, она убийство. Они одиноки, непримиримы и вынуждены жить под одной крышей. Генерал полиции в отставке и его теща, сельская учительница литературы. В маленьком деревенском домике на Волге Анатолия Батутовна ежедневно ведут кровопролитные бои. Еще у них там появляется какой-то зоолог, который будет изучать, собственно, лисиц, которые мы видим на обложке. У них там есть какой-то непонятный, неизвестный ген, который мутирует. А главные герои, вот этот генерал и сельская учительница литературы, его теща, в конце концов, объединяются против зэка по кличке Рафаил. Я вот все это произношну и думаю, господи, что нас ждет вообще в этой книге. Но если она будет написана таким же шикарным языком, я все прощу, Катя Кочур, потому что самые позитивные, конечно, впечатления у меня от любимчика эпохи остались. Надеюсь, эта книга тоже на меня не разочарует. Издательство Елены Шубиной, Анна Матвеева, картинные девушки. Я рассказывала про эту книгу в своем телеграм-канале. Если вы еще на него не подписаны, самое время это сделать, потому что я наконец-то начала его активно вести. Там появляются какие-то рубрики, интересные факты. В общем, я очень стараюсь делать так, чтобы всем там было максимально комфортно и интересно. Так вот, я писала про эту книгу, и так мне было любопытно, что я все-таки ее решила даже купить. Это истории мусс, натурщиц, тех девушек и женщин, которые позировали великим художником. И здесь есть прекрасное стихотворение Роберта Рождественского, которое предваряет собственное исследование Анны Матвеевой. Я очень люблю Рождественского, но, если честно, вообще никогда не встречала это стихотворение и очень удивилась, как оно прошло мимо меня. Кем они были в жизни, величественные Венеры, надменные Афродиты, кем в жизни были они? Раскачиваясь, размахиваясь, колокола звенели, над городскими воротами бессонно горели огни. Натурщицы приходили в нетопленные коморки, натурщицы приходили в застенчивые чисты. И превращалась одежда в холодный ничей комочек, и в комнате становилось теплее от ноготы. Колокола звенели. Все в этом мире тленно, требовали. Не кощунствуй, одумайся, отрекись. Но целую армию красок художник гнал наступление, и по холсту, как по бубну, грозно стучала кисть. Удар! И рыхлый монашек оглядывается в смятении. Удар! И врывается паника, святейшее торжество, стекла дрожат в соборе. Удар! И это смертельно для господина Бога и родственников его. Колокола звенели. Сухомороз пощелкивал. На башне, вздыбленной в небо, стражник седой дрожал. И хохотал художник, и раздавал пощечины ханжам, живущим напротив, и всем грядущим ханжам. Среди откровенного холода краски цвели на грунте. Дул торжественный ветер в окна, как в паруса. На темном холсте, как на дереве, взрели теплые груди. Мягко светились бедра, посмеивались глаза. И раздвигалась комната, и исчезали подрамники. Величественная Афродита в небрежной позе плыла. А наторщицам было холодно. Наторщицы тихо вздрагивали. Наторщицы были живыми и очень хотели тепла. Они одевались медленно, шли к дверям, и упорно в тоненькие накидки не попадали плечом. И долго молились в церкви, и очень боялись Бога, а были уже бессмертными. И Бог здесь был ни при чем. Я не знаю, как у Анны Матвеевой появилась идея написать эту книгу, но мне хочется верить, что она появилась именно после прочтения этого стихотворения. Потому что, по сути, здесь прямо Роберт Рождественский как раз-таки ставит этот вопрос, кем были те девушки, которых мы часто видим на картинах знаменитых художников. И мы знаем про этих художников уже буквально все, а про этих девушек не знаем ничего. Юрий Домбровский, хранитель древностей. Очень давно не переиздавали книги этого писателя. И вот, наконец-то, редакция Елена Шубина это сделала. Роман был закончен в 1964 году. Представляете, очень давно. И, конечно, долго эту книгу не печатали в Советском Союзе. У автора очень тяжелая судьба, в которой было много арестов, были лагеря, были ссылки. И, по сути, говорят, что вот этот роман, хранитель древности, он его своеобразная автобиография. Дело происходит в 1937 году. Мне кажется, никому не нужно пояснять, что происходило в Советском Союзе в это время. Здесь мы имеем дело с молодым сотрудником краеведческого музея по фамилии Зыбин. Он приезжает в Алма-Ату, чтобы заниматься сбором и упорядочиванием предметов старины. Устраивается в краеведческий музей. Пытается как раз-таки абстрагироваться от того, что происходит в стране. Но, конечно, это невозможно. И, по сути, эта книга о том, как система ломает человека. Говорят, что тяжеловато она может идти из-за слога. Но я попробую. И если мне понравится, а у меня есть такое предчувствие, вы знаете, что оно меня редко обманывает, если понравится, конечно, докуплю остальные книги этого автора. Тут, мне кажется, даже не надо называть издательство. Вы сами догадаетесь, такую красоту выпускает только Палеандрия Но Эйдж. Я каждый раз посвящаюсь с их книгами, в первую очередь, потому что их так приятно держать. А мне для поднятия настроения иногда просто вот важно пошмакать книгу. Это музей современной любви писательницы Хизер Роуз в переводе с английского Анастасии Рудаковой. Мне эту книгу посоветовала Маша Курочка. Под видео, которое я снимала к 8 марта, если не смотрели, обязательно посмотрите, там я собирала книги, которые написали женщины про женщин, и упоминала автобиографию Марины Абрамович и ее знаменитый перформанс в присутствии художника. И Маша мне написала в комментариях, что у Палеандрии как раз есть роман, действие которого происходит во время перформанса Марины Абрамович. И главный герой — это композитор, который приезжает в Нью-Йорк и оказывается на том самом перформансе. У него какие-то там непонятки с женой. Я, если честно, уже даже не помню, что у них там произошло. Но он очень переживает по этому поводу, а на перформансе знакомится с какими-то новыми людьми. И из этого рождаются какие-то новые интересные истории. У меня есть Нью-Сусландия, это же Красная, это же Палеандрии. И я уже представляю, как я их там рядышком поставлю на полке. Такие тактильно чудесные. Йока Агава — «Любимое уравнение профессора». Перевод с японского Дмитрия Коваленина. Это переиздание. Я очень много хорошего слышала про эту книгу. Очень хотела ее прочитать, но ее невозможно было купить. А теперь ее наконец-то переиздали. Очень от этого радостно в душе. Такая она тоже малышка. Вот сзади тоже красная. Красный у нее корешок. Очень такая легкая, небольшая. Сколько страниц? 255 можно спокойно прочитать либо залпом за какой-то вечер, или растянуть удовольствие на пару вечеров. Очень добрая, очень теплая книга, где главный герой — это профессор математики, у которого из-за травмы головы теперь проблемы с памятью. Она у него только краткосрочная, то есть он помнит все, что происходило в пределах последних 80 минут, но при этом все его математические способности остались при нем, но он забывает имена, он забывает, где он находится, поэтому буквально каждый день ему приходится знакомиться с людьми заново. И у этого профессора есть домработница, который помогает ему со всякими бытовыми делами, а у домработницы есть сын. И этот мальчишка приходит к маминой работу и знакомится с профессором. Ожидаемо они становятся большими друзьями, при том, что, повторюсь, каждое утро профессору приходится знакомиться с людьми заново. Такая вот милая книжка-малышка, мне кажется, что она очень мне пригодится в какой-нибудь период плохого настроения, можно будет ее открыть и погрузиться в какую-то довольно милую, легкую, приятную историю. Вы не поверите, но 17 книг наконец-то закончились. И в этот раз я собрала такую коллекцию, из которой мне хочется вот прямо сейчас читать каждую книгу. Такое со мной не часто случается, потому что я там покупаю книги иногда с прицелом на будущее, там условно я понимаю, что у меня сейчас не то настроение, но я покупаю эту книгу, потому что знаю, что потом у меня наступит соответствующее настроение, я за нее примусь. А тут, несмотря на то, что книги вообще очень разные, есть суперсерьезные, суперсложные, есть наоборот какие-то милые легкие истории, детская книга, но я вот прям действительно готова вытащить из этой кучи любую и начать ее читать вот прямо сейчас. И мне кажется, что это очень хороший знак, это значит, что я все выбрала правильно. Конечно же, пишите мне в комментарии, если вы что-то читали из всего того, что я накупила, мне будет очень приятно почитать ваши отзывы. Если вы тоже были на ярмарке Non-Fiction, обязательно напишите мне, что у вас оказалось на полках после этого замечательного мероприятия. Много ли вы купили? Как вы дотащили все это до дома? Я могу очень долго об этом говорить. В общем, очень рада была с вами поделиться вот такими приятностями. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Это очень большая поддержка для меня. И снова напоминаю про свой Телеграм-канал. Ссылочка обязательно будет в описании к этому видео. Там больше контента, там есть смешные фотки моего кота, и там я регулярно стараюсь писать о том, что читаю прямо сейчас, в моменте, и мы с моими подписчиками все это там в комментариях обсуждаем. Так что присоединяйтесь. Ну а я буду с вами прощаться. До скорого. Увидимся. Пока.